Ребята, всем привет! Я нахожусь на даче. Мы со Славой вчера вечером приехали. Сейчас я крашусь. Мы уже поспали вчера. Был просто жесть, какой сложный день. Сейчас я вам пока крашусь буду рассказывать про этот день. У меня уже чуть-чуть осталось. Всё ещё пытаюсь замазать свои прыщи, которые не замазываются, к сожалению. Конечно, из-за этого я очень грущу, но стараюсь не опускать нос. Просто их замазать. И хоть всё равно вы их видите, из-за них мне не хочется даже иногда снимать видео, но что поделать? К врачу я всё равно не могу сейчас пойти, к сожалению. Я не понимаю, из-за чего у меня прыщи. Мы вчера дождались, когда Славе сделают доставку. Он заказал стул домой, к рабочему столу своему. И, в общем-то, мы бы выехали раньше, но мы ждали, когда всё доставят. К нам ещё вчера что-то два курьера приехали, которых мы не ждали. Но, кстати, один курьер привёз мою одежду To Mood Store. Вот на мне вот такой вот свитерочек классный. Я вам попозже ещё всё получше покажу. На мне ещё джинсы от их магазина. Ну и потом, наверное, сниму какую-то, типа, не знаю, распаковку или нет. Я не все вещи взяла с собой на дачу. Вот, взяла только несколько всяких прикольных новеньких, чтобы пофоткаться как раз. И мы где-то, не знаю, в пять, наверное, в четыре, ну, в пять, наверное, выехали с дома. Заехали в магазин в один, чтобы взять мясо хорошего, чтобы я взяла сирчана, хлебушка свежего. Что ещё я там взяла? Яйца. Уже, правда, не знаю зачем. Но взяла. Вот, Вива, не ходи туда. Потом мы поехали в другой магазин. Всё это время ещё у нас очень сильно была загружена машина. Я привезла кучу всяких зимних вещей, которые давно хотела отвезти на дачу, чтобы их тут оставить, потому что в Москве они мне уже не нужны, и только место занимают. Ну, сами понимаете. Заехали в другой магазин. Я там взяла всякого другого, то, что нужно. Типа мясо, масло, огурцы, помидоры. Все мои друзья. Садовая. Что было дальше? Потом мы поехали, заехали в Макдональдс, в котором не были я уже не знаю сколько дней. Я так, мне кажется, уже недели три не была. И, честно говоря, не особо туда я и рвалась. Я единственное, что хотела капучино. Но потом Слава подкинул мне гениальную идею, что можно на заправке было взять капучино, который был бы намного вкуснее, чем в Макдональдсе, потому что мы в Макдональдсе взяли капучино, и он оказался вообще таким же отстойным. Я думала, что из-за того, что я давно не пила капучино, я попью в Макдональдсе капучино, и такая подумала, ага, как прекрасно. Но на самом деле оказалось, что нет, такой же отстой. Вот. Я хочу сейчас вот докраситься, чтобы мы, во-первых, замариновать мясо, потому что мы купили свинину, чтобы ее пожарить сегодня на мангале, на костре. Еще тут неподалеку находится дача моего папы, и, возможно, сегодня или завтра мы заедем к нему в гости. Там еще мои братья младшие по папе, родные бабушка, папина жена Юля. Посмотрим либо сегодня, либо завтра. Но завтра мы, скорее всего, поедем в Москву, потому что опять вот эти вот новости дурацкие о том, что все-таки будут делать эту пропускную систему, и мы переживаем, что у нас будут проблемы с тем, чтобы вернуться домой в Москву. В общем, меня это так, на самом деле, бесит, потому что я бы здесь осталась на подольше, мне как-то вот прям нравится. Единственное, что я очень долго не могла уснуть, просто безумно долго. Не знаю, наверное, из-за непривычки, то, что давно здесь не жила. Вообще, я не помню, когда я в последний раз здесь на ночь оставалась, поэтому я так счастлива, что сегодня уже как бы мы поспали здесь. Это здорово. Вот, а еще вчера я, наверное, до часу ночи, как мы приехали, а мы приехали где-то 8, что-то такое, 8.30, 8.40, мы приехали на дачу, ехали где-то час, и я начала убираться здесь, все нам подготавливать для уюта. Могу сказать, что убиралась я очень долго, я очень вчера устала, у меня со шеи все тело, все, короче, у меня болело, не знаю. В общем, это было сложно, и самое интересное, что я еще не все убрала, тут еще убираться и убираться. Я такую, можно сказать, поверхностную уборку сделала, хотя я много чего сделала такого, что можно было бы сделать там в другой день. Я помыла полы и протерла всю пыль на втором этаже, то есть второй этаж, в принципе, он, ну, чистый весь. Там не так уж прям много мебели, то есть там помыть полы, пропылесосить, все такое. Это как бы не так уж и долго, в принципе, если там не разбираться в полках, а в полках там, в принципе, порядок, потому что пыль туда не залетает, их редко открывают, и я там сразу все вещи раскладывала, которые привозила. И что дальше-то? А, ну вот, про пылесос. Я хотела взять свой пылесос из Москвы, который ручной, удобный. Взяла от него зарядку, а пылесос забыла в итоге, и поэтому пришлось пользоваться пылесосом, который здесь на даче. Конечно, он, типа, рабочий пылесос, но с ним намного сложнее, конечно, дольше. Во-первых, потому что он такой вот, который надо в розетку втыкать, тяжелый вот эту бандурину с собой таскать, и ходишь. А в моей Москве, конечно, был бы удобней. Здесь быстро все пропылесосить, вот так вот, хоп-хоп-хоп. Вот, но ничего, пропылесосила. Здесь вот все полы все помыла, пыль протерла, лестницу пропылесосила, ванную помыла полностью, просто идеально. Я там все помыла, чтобы нам с кайфом там мыться, можно было умываться, вот, поэтому я думаю, что, возможно, даже сегодня я буду мыть голову. А еще я взяла с собой фен, а оказывается, тут есть фен, я просто об этом забыла, потому что давно здесь не была. Тут, в принципе, на самом деле, много чего есть для жизни, кайфового, даже и Wi-Fi. Ай, Слава вообще взяла с собой Соню поисточную из Москвы. Так что кайфуем, девочки. Вот, сейчас нам нужно замариновать шашлын-дос, поставить его в холодильник, чтобы он там занимался своими маринадами, и потом можно будет выйти погулять, пофоткаться. Я очень хочу, чтобы Вьена погуляла, покайфовала моя рыбенька. Так бесит вот это вот, то, что я опять не понимаю, вот второй раз я уже еду на дачу, да, за этот карантин. Ну, не сюда, а в тот раз я ездила на другую дачу. И второй раз я переживаю о том, что меня не пустят домой в Москву. Меня это прям так бесит. Ну, насколько мне известно, останавливают на дороге тех людей, которые больны и которые должны находиться на карантине, которые выехали, и за это их штрафуют, останавливают, ругают. Но мы же не относимся к таким людям. Во-первых, мы на самоизоляции, во-вторых, единственные места, куда мы выходим в людные места, это магазины и аптека. Всё. Вот ещё я смотрю новость, в Телеграм мне пришла. Наверняка опять какая-то фигня, потому что у меня уже такое было, что типа в Грузии запретили продавать алкоголь, а на самом деле ничего там не запретили. Магазины закрывают, а бензин вовсе запретили продавать. Можно бензин перестать продавать? Это невозможно. Вивочка, подойди к маме, быстро. Быстро иди сюда. Вива, мама из-за тебя на улицу уходит. Иди сюда, кому говорю. Вива, пошли гулять, мама говорит. Трясётся вся. Вива. Ну-ка, дай ей пенделя собачьего. Вива, выходи на улицу, давай. Да, конечно, папочка, я тебя послушаю. Сейчас, секундочку. Давай, я не знаю. Вива, мне это вообще всё, знаете ли. Иди сюда, быстро. Так, наш первый выход на улицу. Скажу честно, погода не самая горячая. Вот так. Иди гуляй. Давай, по травке. Блин, я бы даже сказала, что холодно. Давай сюда, на травку. Иди сюда. Гуляй. Кстати, с понедельника должно потеплеть. Гуляй, собачка. Холодно, пипец. Самое обидное, что я помыла машину и потом поставила её как раз на этот карантин. И самое обидное то, что пока мы стояли, машина точнее, у неё капал дождь, всякая фигня, пыль, и она снова грязная. Пипчик. Нельзя туда. Иди гуляй. Не хочет гулять. Зачем мы тебя на дачу взяли тогда? Оставили бы тебя одну дома. Итак, сейчас я вам покажу, как у нас тут наверху. Тут я вчера всё помыла. Это чемодан с нашими вещами. Тут тоже всё почистил. Тут было куча мух. О, вот она одна сидит, кстати. Боже, я их ненавижу. Просто ненавижу. Ого, на улице вообще что-то, блин, нифига не камельфово. Что за фигня? Раз в жизни приехала на дачу. Всё, короче, тут все полы помыла. Вот это я закрыла, чтобы туда Вивиена не ходила за диван. Тут мало ли кто её знает. Тут тоже всё вымыла. Но я, кстати, ещё не мыла. Стёкла. Но вот это тоже всё помыла. Помыла. Всё здесь. А вот комната, где мы спим. Я ещё не застилала кровать, потому что вот только недавно встали. И вот. Из окна вот такой видок. Сейчас, наверное, скушаю бутербродик. Что-то в этом духе. А потом, ну и начнём делать шашлык. Вот. Но больше всего я хочу успеть пофоткаться на улице. Но погода меня просто заморазивает. Вот. Ну и ещё мне надо этот, волосы сделать. Потому что они у меня не выпрямлены сейчас. И вообще, мне кажется, у меня грязная голова. В общем, блин, я не знаю, так переживаю по поводу того, как нам ехать в Москву. Потому что я бы здесь осталась до вторника хотя бы. О, поднялась. А вот знаете, что интересно? И обратно вниз она спуститься не может. Потому что она боится первой лестницы. Не стыдно тебе? Такой большой собачке бояться. Так. Ну вот. Взяла выпрямитель. Сейчас пойду выпрямляться. Тут тоже вчера всё помыла. Раковина блестит. Ну, можно ещё чище сделать. Просто тут давно никто не убирался. Всё там тоже помылали. Блин, башка не очень чистая. Чуть я не подумала. Но мыться дома у меня уже было лень. Ладно, на фотках не будет видно, а на видосе забейте. Короче, сегодня 100% надо быть в голову. Слава болтает с мамой. Его мама тоже на даче. Моя мама тоже на даче. В общем, все на дачах. Мы тоже на даче. Но, в общем, знаете, я думаю, что мне тут нравится. И сегодня я буду проверять, насколько хороший интернет. Потому что я взяла с собой ноутбук. И я буду сегодня монтировать вот это видео. Чтобы завтра его выпустить. Ну, надеюсь, что у меня это получится. Вот и всё. Три, тю, вон, гоу! Так, нож для мяса. Здесь есть штопор. Вчера мы не нашли штопор. Ты выкидывай, я сейчас покажу. Вчера мы не нашли штопор. Это штопор. Ну, мы вчера не планировали пить вино. Потому что мы приехали, устали, всё такое. И я сегодня, когда разговаривала с дедушкой, задала ему вопрос. Дедуля, есть штопор? Он сказал, что у него был новый штопор. Ну, вот этот, который нормально уж, да? Открываешь. Псекил, вина, ура! Вот. Но он сломался. И у него остался старый. Старый выглядит вот так. Гляньте. Как заточка. Да, так что вот. Ну, главное, что есть. Это что за колбаса такая? Почему она такого маленького размера? Сам себе в рот большой заложил. Половинка. Ну, Зан, ну, что это такое? Ну, ладно, давай мне эту половинку. Ты видел, какую я тебе колбашку кладу на бутерброд? Нет. Вот такую я даже не режу. Чтобы ты объелся. А мне так обрезал, пипец. Просто так красиво выглядит. Ну, ладно, ладно. Я тебе могу сделать большую. Давай. Надеюсь, это хорошие кусочки для этого. С Вивьеной не забудь поделиться. Только без кошицы. Она у нас просто кошечка постоянно прикидывается. Ну, я купила, кстати, много мяса. Открываем ротик, летит самолетик. Так что же нам делать, Зай? Что, что нам делать, Зай? С Москвой. Там сейчас стоят посты приезжих из Подмосковья. И разворачивают их обратно, если у них нет веской причины или какого-то пропуска. Ну, у нас пропуска нет, но... Ну, мы едем как бы к домой. Поэтому, возможно, нас и пустят. Другой вопрос. Нужно ли нам ехать в Москву? Потому что... Здесь по кайфу. Ну, да, я сейчас бы не... Я бы не поехала... Я бы поехала, может, во вторник, знаешь. Но только потому, что мне нужно будет в Москве поработать. Так всем надо поработать. Но это можно сделать и здесь. Здесь всё есть. Не всё здесь можно сделать. Ну, технически мы и не всё, конечно, забрали оттуда. Ну, например, потусить здесь уже недельку. Суть не в этом. Суть в том, что я не так уж и много взяла вещей, которые мне нужны, до недели. Я брала столько, сколько надо, чуть больше, там, трёх дней на всякий пожарный. Мы, конечно, можем пойти в магазин. Наверняка. Закупиться чем-то. Уже никто не ест колбасу, Вива. Такие тоненькие вот так можно будет насадить. Ну, это не проблема насадить. Вива тут прыгает, скотчет, думает, что у нас колбаса, блин. Штука, да, вот она круть. Лучше всего, советская, лучше всего, точно. Да, мне лучше, советская лучше. Чем вот эта вот фигня, которую я купил. Да, у меня даже под видео писали, когда я что-то готовлю, что Юля у вас ужасная энергия, неноточная. Короче, я хочу на свой канал видео снять, угадайте песню за 10 секунд. Кто будет твой гость? Не знаю. Может быть, ты. Да, я пока еще не придумал. Да, я сейчас карантин кого звать, никого не позовешь. Да, да. Конечно, я, я твой самый лучший, любимый гость. Да, да, да. Короче, предлагаю забить вообще и поехать типа в понедельник во вторник. Я не прочь забить. У кого-то может быть там врач назначен, срочный там что-то. Не могут они не пустить. Я же не гулять, тусоваться. Через пару дней мы будем знать, что там с пропусками, как дела обстоят, потому что Собянин не ввел режим ЧС. Соответственно, не пускать в город они не могут, просто по закону. Поэтому в ближайшие пару дней мы разберемся с пропусками. Может быть, просто можно там зайти на сайт Москва.мос.ру и там заказать пропуск. К себе сказать, что просто мы поедем, типа, ну, указать причину, время отправления. И вроде так это должно работать. И вот такие вот пироги. А причина, еду домой, это причина? Ну, да, причина, едешь себе домой. Вообще, причина может быть любой. А, Забина, тут для ресниц. Это причина! Ну, серьезная причина. А это что, не серьезная причина? Ну, нет. Все к этому как не серьезно относятся? Не все. А я вот серьезно отношусь. Так, хватит лука. Это же мешать не могу. Уже плачу. Не плачь. Ну, все уже до конца доделай. Да подожди. Даже соль, перец надо, все это мешать. Ну, все, кайф. Сейчас лучком все будет зашибием. Ты сейчас как рокерша какая-то. Поэтому пускать должны абсолютно всех Другой вопрос Пускают ли сейчас, да, и на каких основаниях не пускают в город и так далее И с другой стороны, я как бы согласен, что в принципе можно и не пускать Потому что сейчас такая серьезная ситуация в мире происходит И вообще в нашей стране, в частности, в Москве Поэтому я бы давно уже на месте Собянина ввел режим ЧС и никого бы не пускал А то вот так вот они что-то там пытаются, где-то на грани там плавают Пытаются и на стучек сесть, да, как бы И пирожочек съесть Чтобы не было там какой-то паники у людей И при этом как бы сохранить ситуацию в городе спокойной Но я бы, конечно, остался здесь и мне понравился Не надо паники, не надо паники Так, мне это надоело, я разделяюсь на две води Угу, тащи в холодос А мне опять убираться Все, мне это уже надоело Пойдем погуляем Да, убираться кто будет? Потом приберемся Вася Пупкин Потом приберешься, зай Ладно, ладно, потом приберусь Короче, я просто понимаю, вот как ситуацию Если интернет сегодня позволит офигенно смонтировать, загрузить видос на ютуб То вообще реально можно ехать в Москву, забирать монады побольше и здесь тусить Потому что тут есть хотя бы, ну, простор так называемый Все-таки я убралась Вот так Не то, чтобы прям все чисто, но разбираемся Вот мы и вышли наконец-таки погулять Взяли вильену на поводке Взяли мусор Из дома Чтобы прогуляться до мусорки Мапочка! Так вот, отжала, шапку отжала Шапку мою отжала Да, ну что за это, я думаю, что надо тепло одеваться, зай, я тебя сто лет учу Ты учишь-то на меня Я тепло одеваюсь, просто шапка не На данный момент времени Евгена еще ни разу не пописала Сводка за день Сводка за 24 часа Пока! Надеюсь, мы не нарвемся на больших товарах Пусто Да, ничего, не нарвемся Снимай меня как интервью, задавай мне всякие вопросы про мое детство Что я пришла здесь на даче Ладно, твой самый стыдный поступок на даче Я в лесу курила Ужас Курила вообще мелкая Но на самом деле, если бы не моя подружка, которая меня подначила на это и заставляла меня ворвать сигареты у дедушки Я бы этого не сделала Кстати, я хотела снять видео, типа, 10 фактов из моего детства И как раз об этом рассказать Но хочу сказать, что, во-первых, это очень вредно Во-вторых, когда я это сделала, первый раз в своей жизни Всю ночь потом меня рвало Жесть, бедняжка Три твоих самых лучших друга здесь, которые в деревне твоей здесь были Мишли, пойми, не называть? Ну да Ну, когда я была маленькая, у меня было две подруги здесь Даша и Юля с Дашей И по сей день мы общаемся Ну, это из подружек Вот, еще у Даши есть брат двоюродный Паша Который сейчас здесь, кстати, находится Он женился, у него родился сыночек Мы с ним тоже не так давно виделись Со всеми мы поддерживаем отношения Connect Наверное, с Юлей только мы не общаемся Либо раз, типа, в два года Так, переписываемся, типа, как жизнь, все Ну, как тебе на даче тут? Ты меня спрашиваешь? Да А что, свежий воздух, кайф В общем, мы пришли уже домой с гулянки Зашли в гости к нашим друзьям Поболтали немножко И что могу вам сказать? Буду сидеть тут на лестнице Сейчас нам нужно пойти разжечь мангал, костер На улице еще пока светло, но скоро будет уже не очень светло Вот что я знаю, тогда у меня Погода, конечно, совсем не радует Пошла ты, погода! Но в целом у меня хорошее настроение Кстати, здесь можно снимать разговорные видосы Если бы еще не холодильник жужжащий сзади Сейчас пойдем, разожжем Я, конечно, офигею, если нас не пустят в Москву Потому что это мой один из самых больших страхов за последнее время Мне пофиг, я готова сидеть дома Вот как выглядят мои ресницы Пока вот так Не знаю, что будет дальше То я слышала такие новости, что якобы скоро все откроется И по поводу того, что очень много зараженных сейчас Не знаю, мне кажется, что сейчас именно очень много зараженных Из-за того, что когда всем говорили сидите дома Никто не сидел дома, всем было пофиг И сейчас у них все это как раз и проявляется Но мне кажется, что это не то, что просто вот вдруг все сразу начали заражаться Мне кажется, что это те люди, которые и так уже были заражены Но просто симптомы начали сейчас проявляться Потому что все-таки хоть на какой-то процент доработает то, что всех посадили как бы на дом, да, дома сидеть Вот Мне кажется, что все-таки это просто именно те вот, которые гуляли и шлялись, которых я ругала Не знаю Не знаю Я понимаю, что заболеть, заразиться можно просто случайно в любом месте И ты даже не подумаешь об этом, что ой, да нет, меня это не коснется Собака у нас лежит на пеленке, куда надо писать и какать Мне там очень уютно Честно, мне уже задолбали новости по на вирусу Ты можешь выплеснуть весь свой негатив на костер Да, я сейчас пойду Взять, рубануть дров Сейчас пойду рубить дрова, сжечь костер, делать шашлыки Жги, Славик, жги У меня есть виски, у меня есть вола Скажи, кстати, людям про... Да, люди, говорю вам У Славы вышло на канале новое видео, где мы создаем офигенский трек И сейчас мы будем жарить шашлык и слушать этот хит Нам еще нужно на шампура их нацепить У меня есть виски Давай танец наш покажем А, кстати, знаешь, я долго ночью не могла уснуть и придумала вот такую идею Смотри, мы с тобой как бы начинаем я с этой руки, а ты с этой Чтобы мы рядом были Давай, типа, у меня есть виски, пшш, у меня есть кола, пшш Потом вот этими руками, да, не надо никуда... То есть, чтобы наши руки постоянно были рядом, понял? То есть, мы обычно как делаем? Одинаковой рукой с той стороны, да? У меня есть виски, пшш, лед бросаем У меня есть кола, пшш, открываем Не надо никуда не назвать, останусь дома Это гениальные мысли Юли приходят, пока она не может уснуть Ну давайте начнем Я долго не могла уснуть, а много гениального придумала Я задаю и... Стой, давай ритм, зачем задавать? Включим сразу хит наш У меня есть виски, у меня есть кола Не надо никуда меня звать Забросанусь снова На маках утилизация Дома прочется, цивилизация Страдает канализация Все, я пошел, что же вылетит Я пошел, что же вылетит Шел седьмой день карантина Эпидемия достала И как будто бы в почине Инкубационный стайл Я все хочу по постаре, но на себе маску не отгочил Лучше другу, когда я не знаю, когда сказать, так будет лучше Не получилось Отвали! Блин, ты очень модный Просто ультрафиолет Ультрафиолет Бибочка, пойдем с нами? Рыбонька Рыбулька мамина Барабулька Пушок Пусек Иди сюда Иди, мы тебя покормим Ну, как хочешь Так, мне сейчас надо еще здесь Ну да, поставь пока тут где-нибудь Слушай, тут бы прибрать Сюда бы... А, тут есть заводчик какой-то А что такое солярка? Солярка? Да Это типа топливо им заправляют машины Да? Ну это рожек? Так, мы вдвоем идем в подвал Чтобы найти там разные ингредиенты Вивочка, если мы захлопнемся Ты это, открой нас, поняла? У меня всегда страх, когда все сюда спускаются, я боюсь, что эта штука закроется Так выглядит подвал Это, кстати, я привезла Что тут интересно? Шторы Шторы Просто у меня это Паника Тут, кстати, у дедушки что-то есть Уксус я нашла В общем, я поднимаюсь, потому что там нечего ловить У меня тут, кстати, тоже надо убирать Но я, честно говоря, пока к этому не готова Есть еще несколько мест на даче, где мы можем поискать то, что нам нужно Есть так называемая комната Она с той стороны дома находится В которой всякие грабли, лопаты Вот, смотрите, пока Слава там занимается огнем Рожек мы не нашли И я позвонила дедушке, он сказал, что, скорее всего, его и нет Но мы нашли какую-то солярку, что-то типа бензина Не знаю, что это Ну, короче, сейчас будем тестировать Вот, Слава там чем-то занимается Наверное, уже разжигает Честно говоря, не знаю Но нам с Евьейной нужно уже начинать мясо насаживать На шампура Вот, чувствую себя замечательно Мне очень нравится на даче Прям не знаю, единственное, что Нужно будет еще съездить в магазин, купить всяких продуктов И начать готовить здесь на плите Паша, слушай Мой друг Паша детство Сейчас вам рассказываю Слава сейчас мне сказал, что он просто через, получается, два дома от нас живет И он сейчас слушает наш трек Но, к сожалению, я не могу выйти на улицу и насладиться полностью этим треком Кстати, у меня отлично получается Вот, смотрю видосики на Ютубе Кстати, интернет тут достаточно хороший Главное, узнать, насколько он будет хороший Именно в загрузке видоса на Ютуб Чувствую себя такой взрослой, когда жарим шашлыки на даче сами Так прикольно Ну вот Дома готовлю, на даче живу Шашлыки жарим Пипец, что этот карантин с нами сделал Это хорошо Я думаю, что мы все повзрослеем немножко После этого всего Вот я пока сколько сделала Вон сколько еще осталось Но я не знаю, короче, надо спросить у Славы У меня к тебе вопрос по поводу шашлыка Может все-таки все пожарим, чтобы завтра таким же не заниматься Ну что ты не гуляешь? На улице так хорошо Костром пахнет, а? Папа твой сейчас нам огонь добывает Так, ребята, все готово Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Аж восемь шампуров у нас получилось Так, ну вот, смотрите, что тут у Славы Да хорош, поддувать Ну, покажи эту штуку Такая классная Ты ее здесь нашла, да, Надача? Нифига Я лучше сниму сторис Знаете, вот эти собачки Я тебя умоляю, мама, забери меня домой Вива, пока не пописаешь, не покакаешь никаких домой Иди гуляй Итак, у дедушки вот такие спички были Только подальше от лица от нашего, пожалуйста Ага, давай, Слава говорит, что какие-то офигенные Офигенные охотничьи Подальше от нас отойдет Да не переживай, офигенные охотничьи спички Видите, тут даже написано После охоты спичка согреет И в котелке чаек разогреет Отлично, зажигай Маркетологи постарались Как бенгальские огни прям Крут, да? Обожаю запах спичек Мне прям в нос так прилетело жестко Ну все, выкидывай Ай, что-то она в нос действительно как-то это самое Так тепло, уютненько Че стоишь? Мама тебя звала, звала Иди сюда, Ив Стоит там, смотрит Все, все Надо было раньше думать Так Ну-ка, Масик, показывай Вау Круто, мы с тобой такие взрослые В общем, ребята, к нам приходили гости Мы покушали Сейчас я еще буду продолжать, наверное, кушать, доедать Хотя я так много съела Шашлыка у нас много еще осталось Салатик, огуречки В общем, на завтра у нас такой план Мне еще нужно будет все это убрать И продолжить дома убираться И монтировать потом видос Но время сейчас 22.31 Поэтому я думаю, что все будет нормально В общем, какой у меня план Все убрать Смонтировать видос Лечь спать Так что сейчас я еще немножко поем Допью вина И буду кайфовать Отдыхать А еще мне нужно голову помыть Поэтому сначала я помыл Сначала уберусь Потом помою голову И буду монтировать видос Надеюсь, что быстро его сделаю И надеюсь, что интернет позволит мне загрузить Завтра мы хотим поехать к моему папе в гости Потому что его дача находится буквально в 20-15 минутах от нас И это, конечно, кайф Вот Потом мы заедем в магазин Возьмем еще продуктов Потому что мы решили здесь остаться подольше Так что вот такие вот новости На этом, наверное, я с вами прощаюсь Это все Надеюсь, что вам понравилось это видео Надеюсь, что вы ждете следующие влоги Я буду каждый день снимать здесь влоги Пока я здесь нахожусь Вот Я сегодня, правда, не успела Даже не пофоткалась Ничего Ничего не высылала в инстаграм, к сожалению Ну, что поделать Ничего Еще нужно бы тут наладить до конца Настроить так называемое Поэтому, в общем, большое спасибо всем за просмотр Надеюсь, что все было кайф Всех люблю, целую, обнимаю И всем пока